Привет, чуваки, вы на Calle Crypto Commons. Смотрите, кого я нашел. DaVinci J15. Это живая легенда. Рад приветствовать на канале. Да, я тоже очень рад познакомиться. Как это дела? Да, все круто, как всегда. Все еще живой. Чилю здесь, в Дубае. Надеюсь, у вас в России тоже все норм. О, да, я тоже на это надеюсь. Окей, давай поговорим про рынки, про биткоин особенно. И вообще, что ты думаешь про текущую ситуацию? Ну, текущая ситуация. Мы, конечно, находимся в бычьей фазе. Знаешь, мы были так долго в медвежьей фазе. И по факту я был очень помедвежь настроен в последнее время. Да, и в итоге я думал, что мы пойдем вниз, но в итоге мы не пошли вниз. И последний медвежий паттерн, который, я думал, отработает вниз, он не отработал. Но это то, как это происходит. Это рынок, чувак. И рынок может развернуться и пойти в другую сторону. И ты мне показал очень интересные графики. Да, сейчас мы на них посмотрим. Слушай, ну ты ожидал 12 тысяч. Ты изменил свое мнение? Ну, конечно, я изменил, чувак. Когда рынок разворачивает свое направление. Потому что, помни, что когда мы торгуем, мы ставим на направление рынка. И когда рынок идет в другую сторону, то мы должны что-то делать. Потому что, знаешь, когда у нас идет поджатие волатильности, как вот сейчас было, и мы не знаем, в какую сторону мы выйдем, будь то восходящий клин или нисходящий, без разницы, какой паттерн. Вопрос в другом, что это всегда имеет более вероятное направление пробоя, но это не значит, что он должен пробиться в ту сторону. Если рынок начинает пробиваться в другую сторону, то, чувак, извини, ты должен что-то делать с этим. Быть трейдером, это не значит быть правым всегда, все время. Это значит быть правым большую часть времени. Абсолютно так. Да. Сто процентов. О, смотрите, кто к нам пришел. Привет, меня зовут Карл. Да мы знаем. Как дела? Все, ништяк. Что за хрень ты только что сказал? Откуда ты знаешь русский? Ладно, чуваки, хоро ржать. Давайте сядем на диванчик, я вам покажу свои графики, мы их обсудим. Итак, что мы здесь видим? Мы видим локальный аптренд. Мы видим, как мы растем потихонечку, да. Но на большей картине, на большей картине мы имеем вот эту структуру фрактальной похожести. Как вы можете видеть, у нас есть нисходящие треугольники, капитуляция, двойное дно, новый бычий рынок. Опять нисходящий треугольник, капитуляция, двойное дно на очень перепроводном RSI, что очень важно. О, да, 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 точно. Каждый раз, когда мы видим такой перепроводный RSI на недельке, в такой момент рынка, двойное дно. Да, 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 чувак, ни хрена себе, посмотри, как он низко сейчас. Да, потому что сейчас многие, знаешь, спекулируют о том, что, возможно, это еще не двойное дно, а мы, типа, не видели капитуляцию, мы рисуем очередной нисходящий треугольник. И, типа, как мы были вот здесь, и сейчас мы упадем еще жестче, но если вы посмотрите здесь, мы были прямо на сетке AMA Ribbon, и RSI стоял посередине. После этого мы упали, была капитуляция, и ушли низко от сетки. Это и была капитуляция дна рынка. И сейчас похоже именно на это. Да, 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 посмотри, чувак, на RSI, который идет наверх, в то время как цена идет вниз. Абсолютно, это бычья дивергенция, с которой мы имеем дело. И, кстати говоря, на графике Чикагской товарной биржи, если ты посмотришь, там не было тени, поэтому там чистый бычий дивер. Да. Итак, что ты думаешь об этом, да, Винчи? Может ли это быть дном цикла? Да, слушай, как гласит известная трейдерская поговорка, когда сомневаешься, отдаляйся. И это то, чего я не сделал. Вот почему я был так настроен по Медвежье, и вот что я пропустил. Я пропустил посмотреть на недельку, и знаешь, ну иногда люди делают ошибки. Да. А я думаю, что это очень крутой график, который показывает нам то, что мы очень вероятно где-то в районе дна. И почему бы нам не спросить самого молодого криптотрейдера во всем мире? Вау, это крипто Эфи. Ему всего 15 лет. Ему реально всего 15, как DaVinciJ15. Это будущая легенда. Расскажи нам про цену биткоина. Да, спасибо, ребят. Рад быть на канале. Что ты думаешь про этот макро график? О, ну на этот макро, да. Я знаю, что он выглядит как дно, но честно говоря, я не думаю, что это еще дно. Я думаю, что мы грохнемся еще куда-нибудь тысяч на 14. И вот там, где реально будут институционалы капитулировать, до хрена ликвидации там будет. Я думаю, что рецессия будет гораздо хуже, чем сейчас она происходит. И это тянет с собой биткоин еще ниже. Потому что биткоин сейчас трейдится больше как акции технологических компаний, чем как золото, которое выступает как кэшет инфляции. Поэтому я не знаю точно, что будет. Поэтому вот так вот. Спасибо за твое мнение. И зацените меня на крипто Эфи. Ссылка будет, конечно же, в описании ролика. Запампим крипто Эфи. Слушай, но я предпочитаю разделять фундаментальный анализ и технический анализ. И да, ну так скажи, что с фундаменталом тогда? А вот фундаментал, понимаешь, что происходит со всеми рынками? Полная жопа. Федеральный резерв, рецессия, как он сказал уже. И если вы это все игнорируете и смотрите только на график. Но подожди, да Винчи, не думаешь ли ты, что это уже все учтено в цене? Вся эта рецессия, наши все инструменты медвежьи, опционы бьют all-time hype по ашартам сейчас. И очень медвежье настроение у толпы. Все ждут, что SMP-хо упадет еще сильнее. Я предпочитаю смотреть на график, и они мне говорят все. Покажите мне графики, и я вам расскажу новости. Этот график, который я упустил посмотреть на недельном RSI, он реально ясно показывает мне, что это было дно. И мы идем выше. Но можем ли мы вернуться на ретест этой зоны? Да, конечно. Но это было дно. Да, да, если ты взглянешь на MarketSaffer, также ты видишь здесь очень похожие вещи. Снова каждый раз в каждом медвежьем рынке мы видим три понижающихся голубые волны с тремя зелеными точками. Точно? Абсолютно. Окей, и не думаешь ли ты, что весь этот хайп с инфляцией уже учтен в цене? Я имею в виду, посмотри, например, на SMP-хи, ты в курсе, что у нас первая бычая дивергенция на недельках по SMP-хи за 6 лет? С 2016 года. За последние 15 лет у нас было всего 4 таких бычих дивергенции, и они отыгрывали отлично. Да, слушай, точно, игнорируем Федеральный резерв, то, что они говорят, смотрим на графики и понимаем, что графики говорят нам все. Мы идем наверх. Так что вот, что я люблю делать. Я имею в виду, да, иногда фундаментальный анализ говорит нам, что ничего хорошего не сулит, но графики говорят обратное, и мы знаем, что рынки могут быть очень волатильными, потому что никто не знает, что произойдет. Может, какое-нибудь экстраординарное событие, ну да, какая-нибудь ядерная война или что-нибудь. Да, конечно, это фундаментальное событие, которое никто не может предсказать, и оно может изменить направление рынка. Но если предполагать, что этого не произойдет, посмотри на график. Он идет на Луну. Точно, абсолютно. Окей, да Винчи, скажи нам что-нибудь про свои любимые альткоины в моменте. Очевидно, это эфир, BNB, и я еще смотрю также на Cardano, в следующем был ранее. Я думаю, что... Я даже не думаю, что Cardano имеет долгосрочное будущее, честно говоря. Хотя, я знаю, что люди думают, что это так. Но, знаешь, рынок базируется на нашем восприятии, но не на реальности. Чуваки, а вы стейкаете свои касты токены? Еще нет. Но я планирую делать так. Я еще даже не получил свои касты токены. Но, чуваки, это смотря какое у вас гражданство, потому что я говорил с другим Карлом, CEO каста, и он мне сказал, что буквально только европейцы и какие-то некоторые страны могут это делать в приложении. Например, я не могу это делать, поскольку я гражданин России. Да, есть всего несколько стран, которые сейчас работают. Но мы можем это делать на Bybit. Вроде как... Да, ты можешь стейкать на Bybit касту. Я думаю, они приостановили это, но обещали скоро снова открыть стейкинг. Ну, а я вообще гражданин Канады, поэтому мне похер. Ой, я думаю, ты можешь... Да, я думаю, ты можешь стейкать, как канадец. А я вообще засунул полмиллиона долларов в касты токены за последние пару месяцев. А у меня также паспорт многих стран, так что у меня вообще по барабану. Красавчик да Винчи, вообще увожу хотя. Итак, собственно, это было клевое видео. Я думаю, мы определили с вами направление биткоина. Куда ты думаешь, он пойдет, Карл? Я думаю, он пойдет наверх или вниз. Или вбок, чувак. И потом мы скажем, точно, как мы и говорили. Я думаю, мы идем выше. А ты как думаешь? А мне нравился твой прогноз про миллион двести тысяч долларов. Да? Да, я помню это предсказание. А мне нравится предсказание, что вообще нет цены в долларах, потому что... Какова цена доллара в будущем? Ноль. Да, абсолютно, потому что доллар не будет существовать. Так что, такая фигня. Абсолютно, чуваки, покупайте биткоин. И давайте запампим крипто эфи до тысячи подписчиков. Да, чуваки, я почти уже там. Крутой чувак. 15 лет всего. Абсолютный крышеснос. И последний вопрос, да Винчи. Ты инвестировал в Medieval Empires? Да, я немножко закинул. Небольшой кит. Мини кит. Кит-креветка. А ты инвестировал? Каэша, как же я мог пропустить такое? Ты тоже кит? Ну, я тоже кит-креветка. Небольшая рыбка. Но ты не можешь быть большим китом, чем до Винчи. Да. Ладно, чуваки, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал до Винчи, Карла, Крипто Эппе. И увидимся в следующем видосе. Пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова